Так, всем привет! Сегодня у нас матч Ронио Салливана и Мэтью Стивенса. Чемпионат мира 2012 года. Как мы видим, вторая сессия, 12 фрейм. Отыгрался Мэтью Стивенс, но похоже, что неудачный. Неточную силу удара рассчитал Мэтью. И Ронио Салливан вступает в атаку. Одним ударом он разрушил всю пирамиду красных. И теперь у него хорошая позиция. И вполне может быть победный брейк. Повторяю этот удар великолепный. Все цветные открыты. Судит матч Брэндон Мур. Достает розовый и выставляет на отметку черного. 31. Ой, выставляет черный, прошу прощения. Ну, поэтому здесь хорошая позиционная игра. Отлично выходит. Тут даже сложно, честно говоря, не выйти на какой-то из шаров. Не получится на один, тогда получится на другой. Можно все время ставить биток в центр стола и куда-нибудь на какой-нибудь красный шар можно будет выйти. Очень интересный матч этот из четырех сессий. И мы знаем, что Рони выиграл этот турнир. И стал четырехкратным чемпионом мира. 53. 54. Хорошую стабильную игру показал Рони на протяжении всего турнира. Победил мыть у Стивенса 17-11. Могу ошибаться, или 17-12. Но вроде бы все-таки 17-11. Закончился матч. Ну, а Картера победил снова со счетом 18-12. Ой, 18-11, прошу прощения. 72. 73. Ну вот, как я и говорил, Рони сыграл фреймбол. И счет становится 7-5 в его пользу перед перерывом. Преимущество у Рони в два фрейма. Ну и затем Рони будет все больше и больше наращивать его. И отрываться от Мэтью. 87. Ну а тут Рони может сделать сотенную серию. Достаточно сейчас выйти на синий шар, чтобы получить 100 очков. 95. Блестящая серия. Все получилось. 100 очков. Вот как обернулась ошибка для Мэтью Стивенса. Проигранным Фрейном. И еще и Рони сделал с Энчери. Но тут непростой выход. Ну там немного не повезло. Упал розовый. Но ничего страшного. И вот у нас фрейм после перерыва уже. 13-й фрейм. Что-то показывает язык Мэтью Стивенс кому-то. Кому-то из своих. Не прошел у него также дальний удар. И хорошая возможность для Рони. О! 1. Рinner. 6. получился отличный канон с черным но также нельзя забывать про пробитие красных еще кроме забитого еще 2 можно сыграть может быть играется красный под розовым надо тут смотреть очень внимательно хороший угол оставил ронни на черном и как раз сейчас надо попасть плотно в розовый да не получилось ну и приходится отыгрываться тут забивать нечего поэтому стильницы и шанс да наверное увидел какой-то плант поэтому посмотри с двух сторон слева и справа честно говоря не самый лучший удар и уроне есть возможность провести дальний удар и отличный выход на розовый такой позиции можно заканчивать фрейм так что против ронни опасно ошибаться вот к чему это может все привести вот уже близок фреймбол следующий красный уже как раз таким и является сыграл ронни для закрепления желтый вышел на красный и уже мэттью стивенс не будет тут ставить смокерам не будет выходить к столу поэтому ронни перевес уже на три фрейма планку держит хорошую ну теперь может ронни оформить клиренс забить все, что находится на столе, ну кроме битка, чтобы уж фола не было. 98, на трене, Ронни Олсурова.